МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полученные средства предприниматели смогут направить на развитие своего дела. Кроме того, они могут заручиться поручительством со стороны, подчеркнул глава Калмыкии. Многонациональный врачебный десант в течение 14 дней оказывал высококвалифицированную медицинскую помощь военным и мирным жителям в Донбассе. Республику Калмыкия представляли три опытнейших врача. Хирург-онколог Бадма Башанкаев, хирург-травматолог Санал Манжиев, врач-инфекционист Арслан Мушараев. В пресс-центре Рея Калмыкия волонтеры и студенты медколледжа встречали докторов как героев. Спикеры рассказали, что вместе с ними на помощь донбасским врачам прибыли также специалисты из Башкирии и Осетии. Круглые сутки они стояли за операционным столом, оказывая помощь пострадавшим. На счету каждого врача не одна спасенная жизнь. Хотел поговорить моих дорогих коллег, которые откликнулись на просьбу, личную просьбу поехать и помочь нашим хирургам, травматологам. Мы встретились все в Ростове, пересели в машину, перешли границу с некоторыми сложностями, потому что мы везли с собой очень много оборудования. Каждый вез на себе оборудование. Плюс мы, калмыки, не ездим впустую, мы с собой повезли калмыцкую баранину и тушенку. Мы абдоминальные хирурги с Арсланом, мы лечили ранения таракальные, когда в грудь прилетает или в живот. Но самая большая проблема на этой земле – это минозрывные ранения и оскольчатые ранения, которые ломают кости, бедра, размалывают головы. И вот самый большой опыт у Санала, он вообще у нас по хирургии, наверное, один из самых опытных. Вы знаете, в свое время и главный врач, и по санавиации много отлетал в калмыкии. Его опыт там очень сильно пригодился. Сейчас готовится очередная миссия, цель которой – доставка гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом рассказал Бадма Башенкаев на встрече у главы города спикера ЭГС Николая Арзаева. Также участвовали сети-менеджер Шафран Тепшинов, врач-травматолог Санал Манжиев и врач-хирург Арслан Мушараев. Нужно буквально все, как медицинские принадлежности, такие как шовный материал, но и продукты питания, длительного хранения, тушенка, крупы и тому подобное, сказал Башенкаев. Арзаев поддержал инициативу врачей и выразил готовность оказать требуемое содействие. Магия театра. По таким названиям в Театре Кукол Джангар расположилась монетная выставка. В экспозиции представлены качественные фотоизображения памятных монет Банка России, посвященных театру и его деятельности. Всего в фойе здания выставлены 10 фотоснимков. Каждое изображение сопровождается описанием истории создания монеты и ее техническими характеристиками. Сама экспозиция посвящена театру, театральному искусству и тем деятелям, которые внесли большой вклад в развитие искусства в России. Поэтому здесь представлены 10 монет, которые были выпущены Банком России, представлены изображения театральных деятелей, таких как Чайковский, Гоголь, и представлены изображения балетных постанов, таких как Щелкунчик, Спящая красавица. В общем, вся эта экспозиция направлена на увековечение памяти тех деятелей, которые развивали театральное искусство в России. Банк России выпускает памятные денежные знаки театральной тематики с 1989 года. За это время вышло более 100 экземпляров, отчеканенных на монетных дворах Москвы и Санкт-Петербурга. Чаще всего в их изготовлении используются благородные металлы – золото, серебро, платина, палладий. Такие монеты – настоящее произведение искусства. Они отличаются безукоризненным качеством чеканки и тщательной проработкой сюжета. Оригиналы монет хранятся в Музее Банка России в Москве. А для того, чтобы больше нумизматов и ценителей театрального искусства могли познакомиться, регулятор организовал такие фотовыставки по всей стране. Экспозиция вызвала большой интерес среди посетителей, особенно внимательное изображение монет изучают дети. Выставку, которая продлится до конца марта, может посетить любой желающий. Я пришла с сыном, потому что сын интересуется монетами. И очень было интересно посмотреть именно посвященные театру. Просто нет возможности покупать монеты. Было бы здорово иметь, и мы решили прийти посмотреть. Мой сын в восторге, и я тоже. Эти монеты очень красивые, мне нравятся. На выставке еще все так написано. Эти монеты так хорошо нарисовали. Мне больше всего понравилась монета «Магия театра», потому что она была сделана в Санкт-Петербурге, а я там родился. 42 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Калмыкии. Выздоровели 56 человек. 111 получают лечение в инфекционных больницах. В тяжелом состоянии 7 пациентов, из них 4 рано ИВЛ. Один человек скончался. 21 марта отметили Всемирный день поэзии. Сотрудники Следственного комитета Калмыкии вместе с детьми запустили поэтический флешмоб, приуроченный к этой дате и посвященный 100-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова. Многочисленные поэтические сборники и отдельные его произведения переведены и опубликованы на многих языках мира. Они вошли в библиотеку Всемирной литературы. Давид Никитич был достойен высших отличий страны и народа. Народный поэт Калмыкии, лауреат государственных премий СССР и РСФСР, герой социалистического труда, орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Понял я закон самораскрытия и людей, и каждого цветка. Разгадал сокрытую причину, буйного прилива свежих сил. Лучше быть таков закон единый, тех, кто всей душою полюбил. В спортивном комплексе «Аэрот-Арена» состоялось торжественное открытие чемпионата ЮФО по шахматам среди женщин. Калмыкия приветствовала гостей из Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей. В течение нескольких дней на черно-белых досках развернется серьезная борьба за право выйти в финал. Все участники показывают мастерство в классических шахматах. В судейской бригаде международный гроссмейстер, один международный мастер и два мастера Фиде. За день до открытия участники соревнований уже завершили блиц-турнир по быстрым шахматам. По результатам соревнований призовые места заняли представительницы Крыма. Чемпионкой ЮФО стала международный мастер Маргарита Потапова. На пол очка от победительницы отстали две участницы. Серебро у Елены Томилиной, бронза у Оксаны Грицаевой. Всех участников турнира поздравил президент Федерации шахмат Калмыкии Алексей Тиреев. Шахматы – это игра, но также это искусство и наука. Они учат стратегии, правильному мышлению, логике. Также есть место для творчества, культуры честной борьбы. Шахматы учат глубоко уважать партнера по игре. Калмыкия славится своей любовью к шахматам. И я очень рад видеть, что шахматное движение в Калмыкии набирает обороты. Регулярно проводятся турниры разного уровня среди всех возрастов. Среди деток, среди школьников, среди взрослых и людей старшего поколения. В Калмыкии славятся своими богатыми традициями игры в шахматы. А наша задача их приумножить, воспитать наших чемпионов и прививать любовь к шахматам с раннего возраста. Калмыцкие спортсмены в числе призеров чемпионата и первенства Южного федерального округа по ММА. Состязания прошли в Сочи Краснодарского края. По итогам соревнований у Мансура Авезова бронзовая медаль. Серебряные завоевали Адьян Нахаев, Илья Манькаев, Кирилл Болдырев, Мансур Батиев. На высшую ступень пьедесталов зашли Иван Бадмаев, Магомед Абдулхалидов. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении каналу ТР на 21-й кнопке в IPTV.ru и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова